Доброго времени суток всем, дорогие друзья! Да, God Hunt с нами! Да, официально теперь God Hunt с нами! За это я был перебеженцем... Первые две игры ты был на тестовом периоде, да? А сейчас... Сейчас мне поставили клеймо и стало всё в порядке. Я выкинул свой аттестат. Обязательно нужно было сделать звезду на ягодице, татуировку. Я бабочка, у меня выяснился. Бетерфляй от антимагонта. Бетерфляй, да. У меня у ворот нереальный репост. Позвонил учитель, сказал, что я устал, я ухожу. Валял я ваш шестой класс, я больше не приду. Теперь я в доте. Так, ну в общем, поздравляем тебя с этим прорывом. Команда Аспера, друзья, команда Кайпи. StarLadder, StarSeries. Последняя игра сегодняшнего дня. Вы видите, что нас потихоньку начинает плавить. Но вам от этого только лучше будет, поверьте. Больше матов можно кидать в нашу сторону безнаказанно. Безнаказанно, да. Потому что у нас более пофигистическое настроение. Ладно, поехали. Команда Аспера. Шарфик, Стомпа, Гоаудио, Зизу, Инквизитор. И команда Кайпи, Eternal Envy, как говорит Дред Пирог, Ложь, Смерть. Бобер, Рыцарь, Ауи 2000 и Боны 7. Ну, в общем... Я так понимаю, антимага, мы как что-то до первого Интернешнлова, по-моему. Мы вернулись, знаешь, такая спираль, типа. Да, да, да. Тогда он появлялся везде абсолютно. Сейчас тоже стал, типа, самым главным победителем в Доте. Ну, вот сейчас, смотри, сейчас забанили Лайфстилера, Дума и Шторма. Вот Шторм это любимый герой Шарфика. Дум, понятное дело, там, неприятности и Дарксиру. Точнее, ну, не Дарксиру, а может многим пацанам доставить команды Кайпи, я уверен. По-моему, тут ребята играют против Шарфика, тебе так не кажется? Нет, ну там еще, вот Дума еще Инквизитора обычно брал Дума. Я понял, но там еще Патк летел. Все остальное, да, все остальное это Шарф. Конечно, Лайфстилер, вроде, чтоб не было Инфестбомб. Шарф сел сейчас так, я смеюсь, Адмирал Бульдогу в лицо просто. Против меня уже больше банят. Нет, ну против Бульдога зато первыми банами всегда заезжали. Медведь Фурион, Медведь Фурион. Ну не, были ребята рисковые? Ну, и где они теперь? 88% побед на Медведе. Да мы 100 пудов в Т-12 заедем. Типа 89% побед на Медведе. На самом деле, да, я тоже не знаю, вот на Интернешнл мы смотрели те игры, да, когда Медведи и Фуриона спокойно отдавали Бульдогу. Ну и чем это всегда заканчивалось? Там, типа, your barracks has been. Типа того. Нет, я всегда смотрел, знаешь, так с изумлением, как бы. Я смотрел абсолютно все игры Альянса, Na'Vi, там, ну, старался по максимуму цеплять вот тех, кто мне нравится. И обычно, как начинается игра, Альянс, типа, 15-ая минута, у них нет три лайна по Тир-2, типа, куча, типа, смертей у Керри и так далее. И бегает Бульдог, типа, на своей Медведи, потом, типа, вот, 15-ая минута пошел, ну, я пойду поиграю, типа, и все, начинается переворот полный. И на этом игра заканчивается обычно, да, потому что он будет Медведь с Радианцем. Бегут, вот, горят, знаешь, такой, знаешь, фильм ужасов просто. Там тебе 400 хп у саппортов. Да, да, так и есть, потому что этот Медведь, который выбегает, у которого, там, почти 3000 хп, и... Так, погоди. Опять тролль, господи. Опять тролль, опять против антимага. Сейчас, походу, будут показывать, как надо играть на тролле против антимага. Да, да, именно так. Транквилы сразу разобрал на втором минуте. TimberSoul. Да, кстати, мне нравится TimberSoul, но когда он хотя бы вот не умирает, чуть-чуть нафармит, он становится очень хорошим. Да, чем он хорош? Тем, что скиллы у него наносят pure damage, то есть они всегда очень больно бьют. И он может впитать очень много damage. Да, да, сам по себе он тоже очень живучий, очень мобильный и так далее. Ульта вроде тоже pure, я не помню. Да, ульта тоже pure наносит. Ну, первая наносит различное количество урона, в смысле, дефолтный стрит магический, но если вы подпиливаете хоть одно дерево, то урон превращается в чистый. То есть, ничем не контрящийся. Ребята решили набрать вот именно патраля, как бы. Нажал rampage, накидали быстренько там пары. Сейчас еще пятого рейнджового возьмут. Вингу. И просто расстреливать. Кстати, да, винга сюда, я думаю, неплохо зашла. Да, почему нет? Типа, зайдет запросто, есть лишний станчик. Винга, она не только типа стан, не только свап. Она позволяет троллю собирать, допустим, first item BKB, потом собирать, начать еще какую-нибудь гадость, типа как Тараска была вот в вашей игре. Потому что она дает ему 30% демеджа. Типа, у него нет артефактов на демедж, но за счет ауры он отлично это все восполняет. Мид, выживаемость, доминатор, типа он с этим сатаником, ему главное пережить раскаст, а потом что с ним делать? Он стоит тебя и вхорошивает, типа, и ригенится. Да, ну смотри, вот алхимик, класс пиком у нас первый. А куда, в мид? Да, скорее всего в мид. Тогда тимберсов сложный, но и тогда что? Что-то я тоже не вкулю, дарксир лица или дарксир? Ну да, дарксир, допустим, льез, нага сирена с антимагом фармер. То есть это как бы нормальный расклад, да? Потому что по-другому я вряд ли представляю расстановку лайнов. Она возможна, но это вот самое первое, что в голову пришло. А может, стал химик с упор через тан? Тоже же вариант. Вот как Алекс у нас тогда бегал. Это как бегал тогда Пупей, но он плохо бегал, я помню, у него сапог был в 40-й минуте. Слишком сильный сапог был. Ты смотри, кто там у нас. А это вот я говорю, это ребята, по-моему, посмотрели первую игру. Да, да, да. Очень похоже. Только венги не хватает, вот и все. Реально, спирит брейкер под рампейджем, ему не нужен мэднес, но если он соберет мэднес, он будет не лишним. Скажем так, лишние 5 оборотов кадилы вокруг головы, они не мешают никогда. Так, ну что, поехали. Да, это тимбер в миде. Зизу у нас будет на алхимике. Гоаудио фармит инквизитор в сложное. Ну да, это суппорт алхимик. Вот так же, как это практиковали парни из E-BELST. Блин, я сегодня такого чувака через таможню не пропустил. Да? Он с такой же наковкой подошел или что? Не-не-не, с такими же усиками. Я, кстати, не знаю, я чувствую, я приду домой, я на этой таможне часа на 3 чувствую, засяду. Не меньше. Если кто не знает, о чем я говорю, да, я там, как обычно, высмотрел какую-то непонятную бред-игру, но она оказалась интересной. Ты, мол, это еще и купил. Каспер покупает игры, ребят, просто. Понимаете, что вы вот сидите на стриме, он юзает рекламу, а потом покупает себе на ваши деньги игры. Я, кстати, купил игру на честно набарыженного курьера. Ну, в смысле, я его на интернешнл получил, за то, что я там футболочек всяких накупил и так далее. И набарыжил курьера в стим-маркете, все как положено. Все справедливо, все честно. Я еще пытаюсь там впарить автограф Фанника. Надо кому-нибудь из его ПТУ. Да, да, да. Бурситета. Пытался впарить автограф Вилата электронный, но почему-то его никто не хочет брать. Всего за 350 долларов. 322, по-моему, с его подойдет. Да, 322, точно, точно. Символическая сумма. Завтра у тебя его соло купит. Скажет, я все равно больше подымаю. В день. Он открыл группу свою ВКонтакте, ты сейчас ее листал. Так, ну что, погнали. По линиям тут все понятно. Вот у команды Кайпи понятно тоже вроде как все. Энви фармит, Бон И7 Матролея. Окей. Или они там будут меняться с кем-то, наверное, может быть. Ладно, сейчас посмотрим, короче, как они расставят лайны, потому что пока плохо понятно. Именно у команды Кайпи, я имею в виду герои, потому что... Не герои, точнее, а игроки. Немного не те роли у них разобраны. Какая разница? Если ты умеешь нажимать кнопки, ты сможешь сделать на Братруме все. Все, ты разогнался, врезался, убил. Не, ну на Братруме-то да, это просто кнопку нажал, герой победил. Причем тут, ну кого тут побеждать на самом-то деле? Антимаг уходит, Тимбер тоже. Алхимика можно убивать. Алхимика можно убивать. Алхимика на языче. Да, просто Дарксира можно не выпустить, чтобы сюршему не дать. Вот кого-кого, а Алхимика точно можно убивать спокойно. Ну и... Кого там у нас еще? Ну, ДС тоже сомнительный. Нагу можно убивать, по сути. Нагу можно, да. А может он соберет Архит и будет бегать на Магину. Врезался, Архит повесил. Пах-пах-пах, ульт, все. Пога-га. Победа. Флолес Виктори. Вернулся Дарксир, гоу-гоу-гоу-гоу пишет. Спрашивает название игрушки. А, Пейперс Плис, вроде так называется. Не знаю, как это называется твой таможенный контроль. Уйдет скоро со стримов, я уверен, типа научился определять всяких. Пошел в таможню работать. Ты расскажи, какое у тебя происшествие в первый же день в игре было. Что? А, у меня какой-то чувак просто забежал с гранатой. И взорвал полнофиг этого аэропорта. Взорвал охранника, да. Мудень. Зато на следующий день там целый отряд ОМОНа стоял. МОМОНа. Спрашивает, кому нужен этот автограф? Есть же ценители на самом деле. Действительно. Некоторые у зверя автографы берут. И что? Да, да, да. Нужны же кому-то. Говорят, типа там про Фанника или про Вилата. Не, у меня на самом деле еще есть целый пак альянсовских, но я их приберег для себя. Это так магично выглядит без шлема? Я уже забыл просто, как он смотрится. Ну да, вот этот чувак с иракезом. Страшный он. Вивер, стычка. На эльбе. Так. Что они тут? Как-то странно ты говоришь. Вивер, тычка. А что за тычка? Стычка. А, стычка. Вивер, тычка. Ты куля. Так, ну что? Тут пока вообще происходит просто халдирование. Ничего любопытного. Все ждут руну. Причем на обоих рунспотах. Пока что преимущество у команды Кайпи, наверное. Хотя нет. Вот Глаудио занимает. И руна появляется на снизу. Это руна Иллюзий. Теперь у нас три вивера. Ну что, на харде. Фурион, неужели тут начали фуриона использовать как-то по назначению, а не медлового, там, еще какого-нибудь и так далее. Все-таки в хардлайн он отправляется. Сейчас будет... А не дал, не успел он, кстати, украсть крипов-то. А, тут че... Что ты... Тут трипла будет никого... Я только накаркала то, что фурион пришел по назначению, а тут... Трипла. А тут на тебе трипла получилась. Ну, виверу, кстати, очень удобно стоять против Дарксира. Единственное то, что он Дарксиру практически никак не будет мешать фармить. Дарксир спокойненько будет стоять, фармить все крипов. Но вивер тоже от щитка дамаг получать будет только если он решит в мили полететь. Ну вот, вот так, например, как он сейчас делает. Да, вот как он сейчас делает. Ну, хотя он тоже Инквизитор, он нормально насывал. Учитывая то, что Инквизитор левел один, можно было бы, наверное, пойти его еще побить плотненько. Да, и идет его Энви. Он сейчас запросто, и это, скорее всего, будет ферстблат. Ну да, он неплохо нарезает. Причем, да, там джиминит атаки, все дела. Три, две, одна секунды сейчас будет. Пойдет, пойдет. Да, есть фласка. И собьет ее Энви. И будет, наверное, убивать сейчас пытаться. Да, есть еще одну тычку надо. Кроме этой, кроме этой еще надо. А тут тычка, она летит! Это ферстблат. Ну и, правда, тычка в вивера. Нет, 47 хп остается у Жука. Отпивается он. И Жук отпивается. Ну, конечно, тут Инквизитор все очень грамотно сделал. И в мид выбегает сразу же на тролля. Тролль успевает заюзать топоры. Его пробивают пока просто со скиллов. Очень много весов. Нет, отменил. Очень много весов только что было. И тролль, скорее всего, уходит. Хотя нет, там будет сейчас стан от алхимика. Нет, не будет. Вот топоры он очень вовремя успел заюзать. Кстати, почему не было стан от алхимика? По речке было еще идти. Смотри, что там происходит. Там Гаудио. Ой-ой-ой, хорошо ему сбивают. Блин, это еще один фраг. Да ладно, что творят эти кайпи? И как погибает Аспера. И там просто здоровенную болтяру тролль нарисовал после того, как убежал. Просто посреди карты здоровенный такой балабас. Заряд, зря. Я пытался не акцентировать на этом внимании, но Каспер решил, типа, как так творчество пропадать не означено. Естественно. Этого не может быть просто. Что он зря старался, что ли. Убегал. Они же не видят эннему. Кому он нарисовал своим, типа, вы хотели, чтобы я умер? Вот он. Да, да, вот он. Мисс мне не сказали. Муднее. Держите. Еще раз такое, и будете сосать делать вот такой штуки. И нарисовал. Что, братрум первый уровень. Формит чужие отводы. И у него все отлично вообще. Бесстрашный. Так, ну и что у нас там? Боны 7. Боны 7. Сейчас 3-й уже получит. Хурион. Энви. И сюда прилетает Боттл. То есть он сейчас может ПХП размениваться просто на ура, тратить ману нон-стоп. Сейчас жуки могут даже пойти. Да, пошли жуки. Они сейчас будут хавать очень его сильно. Что там у тебя? А у тебя жуки там? Смотри, у нас, кстати, пирог Ложь-Смерть тоже вышел опять на... На тропу войны? Да, на тропу войны. Пытался он как-то Гоаудио напугать. Напугать, кстати, получилось. Причем очень неплохо. Вот по поводу Вивера и Дараксира. Да, ДС сейчас, кажется, осознал вообще, куда он попал. Он страдает очень сильно. Он, конечно, уровень 4, но у него осталось одно деревце. А вот Вивер может... А вот Вивер он уже готов. Да, и вот он побежал. Вот он побежал этот Вивер. Правда, сейчас он его не убьет, но... Нет, тут есть Сюрш. А он его не собирается убивать. Он собирается его заставить сожрать это последнее дерево и стоять потом за вышкой, потому что без Регена подходить на лайн вообще не вариант. Ну да, да, да. То есть все правильно делает сейчас у нас Вивер. Очень грамотно гоняет. Очень жестко напрягает ДСа, которого вроде как... ДС убежал на базу. Сейчас от Регенец прилетит с ТП. Потратит невероятное количество времени. За это время Вивер возьмет пятый или шестой уровень. Доформит себе какую-то гадость еще. Скорее всего, это будет Аквила, я, наверное, подозреваю. Ну, хотя... А тролль в это время тоже в центре неплохо как подфармливает. Что у нас там по крипстату? Тролль на первом месте против Тимбера. Тимбер на пять крипов от него отстает. Дальше у нас там что? Дальше у нас там Фурионы идут разнообразные. Фурион тоже хорошо контролит. Ну и антимаг пока что с крипстатом 6-2 крипов не особо часто трогал в этой игре. Так, ну и Пайлайдай. Вот мне нравится этот Баратрум, который просто стоит перед Тауэром и говорит, мол, давайте, ребята, идите... Подходим. Подходим, да. Бесплатные подачи к Адилаю. Освещение. Освещение антимагов, освещение... Куда ж ты лезешь, Ирод? Буф, по голове ему. Акстись окаянный. Ты знаешь, эти картинки вконтакте, да, там, когда... Иван, зачем же там курей режешь, акстись окаянный и так далее. Вот из той же, да, оперы. Так, Вивер у нас пока забежал за свой Тауэр. Кстати, Вивер тоже достаточно серьезно пострадал, я смотрю. Да ему Боттл сейчас полетит. Я так подозреваю с Аквилой. Да, ему летит базилка, фуловый Боттл. Он сейчас отопьется. Он даже, наверное, успеет еще с этими 200 хп Дарксиру чуть-чуть по мозгам проехаться. Ну, там Сауринг появился, да. Немножко Рейген. Да, вот он побежал с этими 200 хп, а щиток-то кинул не на себя Дарксиры, поэтому его можно было спокойненько харасить. Да, но там, правда, уже второй Сурдж, поэтому ДС там убегает чуть ли не к себе. Ой-ой-ой, Вивер! 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 Ой, как ему портануло сейчас, что он был шестого уровня. Вот был пятого, был вот такой провал просто. Был пятого, у него бы еще было меньше статов, он бы уже давно умер. Какие-нибудь самые нелепые смерть? Крип загнал просто тебя в лес. Так, щас. Надо сесть понеудобнее. Каспер встал с раскладушки, такой какой-то звук был. Посмотри, кстати, там Алхимик заходит, раскручивается. Будет ли Вижн? Да, Вижн вроде есть, но надо же закинуть в кого-то этот стан. Полностью раскрученный стан Вауи, но это визаж с пассивкой ему класть. То, что нарисовал тролль. Да, именно. Он может сейчас еще раз продублировать. А когда ты выигрываешь уже, или пять на пять сносишь, ты присуешь противоположные органы. Типа, все, оформил. Так, Вивер тут у нас, смотрю, продолжает, продолжает. Да, ПХП, конечно, не страдает, тут нужно ему что-то на реги. Вот ему бы сейчас заехали транквилы на ура. Он бы стоял с ними ультра-круто, он бы, типа, вообще не боялся просаживаться, что у нас на топе пытаются могилу цепануть. Здесь у него разгон. У антимага серьезные проблемы, стоит заметить. У него еще плевок залетает. Плевок плохо заряженный. Тут уже нарисовался шарф. А у шарфа, у него есть реген, кстати, у шарфа. Так что вот сеточка, это первый минус. И он заряжается. И Тимберсоул забирает. Первый килл, пока же для шарфа. У него, кстати, есть уже урна. То есть это шесть слотов, и он пытается давить с овышкой. Да, правда, это, конечно, не Шторм Спирит, который там может вообще летать, как бешеный. Кстати, пирог ложь-смерть. И улетает на базу. Сейчас, правда, на чарджи, скорее всего, прибежит. Почему бы и нет? Прям на Гауаудио. Ой-ой, как сейчас начинает просаживаться Инквизитор. Понятно, что дело у него, Сюрш, есть. Он пытается разменяться по хп, потому что два рядом щитка было. Ой-ой, ты посмотри, хорошо, как подблочил. Его еще тычка вылетает. Это минус. Воу, воу, полегче, Эмви. И тут физы появляются. Вот с физами сейчас ему еще хуже будет. Он может в этот Сюрш и уйти не успеть. Да в том и дело, что сейчас вивер уже очень серьезно укрепил, скажем, свое преимущество. У него уже очень-очень хороший дэмэдж. Еще эта джимминит атака, она, конечно, очень сильно будет мешать. Чтобы уж ловить одну тычку от этого вивера и понимать уже, что жизнь не мила. Тлен безысходный. Тлен, да, жизнь тлен. Что полетает? Ботов летел, а у него еще фулл хп и есть таймлапс через 10 секунд. Он может опять размениваться по хп свободно. Но тут вот Дарксир решил укрепляться. Три семерочки, номерек блатной на хп, в него уже разгоняются и... Ну и вот, собственно, в него уже приехали. У Баратрума, правда, нету... Ой-ой-ой, хороший баш очень проходит. Очень вовремя этот баш срабатывает. Ну и тут, конечно же, Шарф, он ничего не сделает, Эмби. Таймлапс. И так сейчас Шарфик может еще и просесть плотненько. Он же пытается, пытается как-то догнать этого вивера. Ну просто Баратрум сейчас возьмет через 7 секунд заюзай Чардж и они еще и Шарфа убьют. Шарф это, наверное, прекрасно понимает. Так, там в центре у нас какой-то экшен намечается. Да, я вначале писал у себя в паблике, что экшен дота инда хаос. Ну и действительно, видим, что очень-очень агрессивная у нас дота здесь. Цепляют. Бонус 7. Очень-очень сильно встреет. Хороший залетает стан, но как сильно проседает Зизу! Тролль со своим дизойным выживает еще. И что, он будет что-то чудить? Он заюзнул на себя фласку? Ну да, да, пытался как-то его с Томпа только что подхарасить. Баратрум! Курьера просто заколотил Курьера, понимаешь? Стоит и бьет дирижабль. Осветил, осветил он только что Курьера. Ну и смотри, Пайлайдай, да дай же ты хотя бы просто тычку. Нет, просто водил за собой всю команду. Только что стан Ауи. 160 урона. Есть минус армор, очень хороший минус армор. Сетка. Миссы, миссы достают, достают все-таки эти миссы! Посмотри, что творит! Он просто их карасит одного за одним, шарфик проходит, стан, деваться некуда. Да тут сейчас все будут умирать Пайлайдет плюха от Таура! Боже мой! Какой же это Раш 3D ганг! И опять этот тролль со своими топорами! Второй раз! Я смотрю на этого Барсука, который тут вместе с шарами своими разложился. Это дирижабль, это вообще было смешно. Подбегает такой, все бьют братрум, а братрум стоит. Полетишь, далеко полетишь, все хорошо было, не рухнешь, и он падает. Плохо осветил, видимо. Так, ну и Энви. К Энви сейчас прилетит Боттл. Доблом. Сейчас его попьет, да, и будет у него дабл дэмэдж. А, пустой Боттл прилетел. Нормально. Фонтан все вкодили, забрали, освещает фонтаном на ходу. Да, да, да. Регина там нет. ДС уже ушел с лайна, он уже понял, кажется, что здесь ловить нечего. Конечно, да, вивер такой с дабл дэмэджем, я думаю, быстро объяснил бы. Ну да, 200 дэмэджа на 10-й минуте это не к добру, я слышал. Так, ну где там Баратрум? Баратрум, кстати, до сих пор 5-й, то есть это у него еще 6-го левела не было. То есть он еще даже толком въехать никого не может. Последняя молитва не выучена еще. Да, да, да. Сейчас наберется экспириенция. Отпущение там, или прощение, я не знаю. Опущение, скорее всего. Опущение, да, скорее всего, действительно. Ой-ой-ой, сейчас найдет. Вот эти агрессивные варды, всегда их люблю, тоже ставлю, типа, такой классный вижен дает. Всегда знаешь, что за кипиш, где, куда можно влететь, или откуда лучше отлететь. Да, да, ну и вот как раз Баратрум стоит уже на низком старте, готов врываться, но нужна ему помощь. Медалька в такой ситуации очень сильно не помешала. Разгоняется на кого-то Баратрум, туда прилетает фурион с медалькой, и все, и нету пацана. Вариант неплохой, надо подумать. Ты попробуй, ребятам, теперь это докажи, они... Донести эту мысль. У них фурион, видишь, миссию выполняет деревья призывателей. Ой-ой, там птички-то, кстати, нормально наваливают. Кстати, тролль там ульту только что прожал. И там вышка-то падает, вивер ее забирает. Начинается в тортиру пытаться навалить. Так. Кстати, у вивера все ультра-хорошо, 12-ая минута. Что-то является мега, у него есть кольцо, фейзы, аквила и полтора куска сверху. Ну да, кстати, виверал... 1700. Не на что жаловаться, определенно. Кстати, инквизитор находит, она сейчас руна инвиза уходит, его не успели спалить, скорее всего. Да ну, нечем было его здесь спалить. Вот Даркстерс... ну и где же эти драки на топе? Где братрум вообще? Что за фигня? Почему столько пассивности? Ну, он ждет последнее заклинание свое. А втроем я слышал, трудно получать 6 уровень, там не очень экспо идет. Ну, вообще да, а вообще я слышал, что 6 можно быстро получить, если кого-то убить. Можно, но он никого не видит. Он видит как бы шарфика, но шарфика убивать не самый лучший вариант. У него там есть вот этот крюк. Да, да, такой живучий товарищ, он, кстати, у нас Энви продолжает инквизитора нагибать. У Энви все вообще, я не знаю, почему на него так забили, на него реально забили, у него два куска, он сейчас ультимейторп наверняка купит. Ну, это сейчас будет прям как вот тот Тимберсо, который у меня в паблике попался когда-то. Ну, в смысле, в паблик гейме. Который точно так же вернулся с линии, там, со счетом 0,9, говорит, да, а я, а что я? Да, это Марта, вы бы ее видели, ого-го-го-го. Слишком дизейбла, такие атаки. Просто и Марта на 20 какой-то там третьей минуте с Battle Fury, Abyssal Blade, там, Фейзами, Владмирами всякими. Ну, мы с Макерем тогда. А? Смотри, пошел, пошел, таракан. Таракан пошел искать. Муравей, муравей. Смотри, раз, нашел. Будет раз, он сейчас, я уверен, какого-нибудь Алхимика, который сейчас копытится просто с трех тычек. Потому что у него нифига нету. И сейчас еще и Нага Сирена отъедет здесь. Ай, тычки последней не хватило. Бон и семь. Бон и семь. Такой помансил. шарф. Шарф прывается, но на него уже бежит Баратрум. Я уже вижу эту морду. Да, ты посмотри, он разбегается. И на тебе рикошетом инквизитора. Нет, это не рикошет, просто успели убить шарфика и стан пошел и как раз успел переключиться. Ну и Гаудио уходит один. И вот что теперь делать? Вот опять этот антимаг и он опять ничего не может сделать. Это, конечно, не говорит о том, что он проиграет, мы уже видели, но... Но там ребята решили, а давайте подождем. И подождали. Но на самом деле вот сейчас всякие алхимики, вот такие алхимики, про которые я, кстати, говорил Пупеевского, вот такой бюджетный вариант алхимика, который через 25 минут примерно будет с точным таким же затаром, дай бог будет стик грейженый. И типа прибегает вивер, пускает жука и жук его съедает соло просто. Если он не в ульте. Еще и медалька какая-нибудь туда сверху и все. Ну действительно, вот он сейчас сколько у него? Два брони. Жук съедает эти две брони за две там... За две атаки, да. Да, за две атаки. То есть, ну, мгновенно. И его типа вот эти хп и так далее 700, он пятого уровня, улетают ровно за три тычки. А у него две двести и персиверанс. Смотри, смотри, что там Энви вытворяет. Что, до конца будет? Нет. Ну так, он пока просто мол, байтит. На! И тебе еще один. Нет, ты прикинь, что... А слушай, а он ведь сейчас побежит на него. Да. А его никто не видел, да. А он бежит. И вот он бежит. А у кого-то проблемы. А ведь есть заклинание отпущения. Ну и вот он, собственно, отпустил грехи только что до Роксиру. И Шарфик тут решил, говорит, троллю объяснять, что тот не прав. Ну, Шарф уезжает у нас, но... Уезжает, и сейчас разгон будет. Разгончик, разгончик. Ай-яй-яй, успевает, успевает слип, с томпа. Почему Шарф остается тут, можно узнать? Они хотят убить брат Ромас тысячу хп. Тихо-тихо, погоди. Я слышу это проблемы. Тысячу хп отнять. Ну, по цену, у которого 12 брони. Да, если у тебя 80 атаки, то я тоже слышал, что с этим могут быть проблемы. Изи таргет самый, брат Ромас. Давай, бомби. Прилетает алхимик, погоди, стой, вот этот пацан сейчас поможет. Он кинул, короче, тучку и пошел. И пошел к фонтану регениться. Ну, у него сапог есть, он быстро ходит. Стан, пошел, заряжает. Стан, кстати, второго уровня. Вот, то есть, вот ты видел, убил брат Ромас просто. Вот 100 пудов брат Ромас сейчас пойдет регениться. Нет, смешно. Вот у него, кстати, появились варделки. Я тебе говорю, что это будет типа суппорт, который на 40-ой минуте будет иметь... Смотри, смотри, смотри. Фурион прилетает в центр, сейчас будет отводить на себя атаку. А в это время внизу ребята просто залетят и убьют. И пацанов, и вышку, и все. Смотри, заряжает. Ахимик раскручивает. Сейчас что-то будет. Вот он даже докрутить до конца не может. Ну, Пайлайдай здесь скорее всего улетает. конечно, ты рассказывал. Был тролль. Хорошие топоры. Какой стан от визажа только что был. Потрясающий. Отличный минус. Делает тролль. Ну, и визаж здесь уже полностью, кстати, заряженный. Наверное, да, стоит в кого-то попасть. И улетает. Троу врывается шарфика. Отпущение. Нормально. Заряжает. Еще плюшка. Есть минус шарф. Все погибнут скорее всего. Если только Гоаудио уйдет блинками. Дарксиро должны закрывать. Закрывает Дарксиро. Фички подлетают. Топоры не достают. Ну, вот тут у Братрум пока ничего. А, кстати, я вот интересно, Гоаудио сейчас очень сильно боковал. Если бы, не дай бог, Братрум вот кодилом его задел, то все, было бы. Ну, мне кажется, да, что он бы сразу отправился в храм. В храм. Теперь это не таверна, это храм. Это храм будет. Когда тебя убивает Братрум, ты отправляешься не в таверну, а в храм. И резаешься на одну секунду быстрее, потому что меньше грехов у тебя стало. Да, да. Так, ну и что, вышка падает. Определенно падает Тауэр. Братрум уже, он даже вышку не бьет, понимаешь? Такой стоит, знаешь, у вас реально у него такое лицо, типа он смотрит. Да, ну нормально, кстати, вышку тоже он осветил. В результате у него сейчас денежек уже нормальненько получается. Колокольня, не пускай. Колокольня, да, прошу прощения. Ну и кстати, вот Алхимику, который, кстати, еретик, судя, потому что он Алхимик, правильно? Ну, если вообще, да, но это же запрещено было изначально. Ну да, 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 я же о чем. То есть в него он должен влетать в первого, по сути. Ну по идее, да. Такой, что-то у нас слышу, там тролли. Вот смотри, смотри, жуки, жрут Алхимика, стан, таймлапс, а вот жуки съели там подругу одну. Ну там Алхимик, кстати, тоже он такой бежит у него, смотри. Вот с этой штукой я слышал. По 40 кп. Так я тебе говорю, он с ним ПВП будет сейчас. Если бы не вышка, то не факт, что Алхимик бы победил. Смотри, там разгон сейчас на шарфа, и у шарфа серьезные уже проблемы. Да, вот он приезжает. Пара тычек, отпущение. что угодно. Все. Так вот визаж спокойно разбирается с шарфиком, вместе с тремя своими сослуживцами. Орион и БКБ утроля. Блин, ну сколько сейчас артефактов. На самом деле, тут только смотреть надо сейчас на Энви, потому что он сейчас в соло будет. О, Алхимик. Здравствуйте. Тут стан есть, конечно, он останавливает Энви в мясо, и Энви, мне кажется, сейчас должен понимать, он вышку заденал, ты посмотри, что ему сейчас за это будет. Там, кстати, да, плюхи неплохие, правда, должен быть сейчас таймлапс. Не успевает. Микростаном сбила таймлапс. Каким микростаном? От ульты антимага. И Вивер уже махал лапками, и ему этим микростаном сбило ульту. Алхимик такой, аааа, как я тебя просто размотал. Забайтил. Забайтил. Еще бы одна тычка, не дай бог, прилетела, и байт бы закончился в храме опять. Так, ну и АИСов и Мортал. Забирает его тролль, кстати, у которого ничего нету. А нет, к которому БКБ сейчас должно прилететь, точно. Так, пирог Ложь Смерть у нас с Владмиром. Да, накидка Монаха. Риаса летит. Риаса летит. И смотри, разгон у нас на шарфа. Шарф, кажется, вновь приехал. Отмещение. Ты видишь, как под ультом троля просто разбирают. Ну да, я слышал, что Кадила махается в два раза быстрее где-то. Святой воды испил. А, типа, он не рэмп, меня поправили, он называется сейчас не рэмпидж, а... Баттл Транс. Баттл Транс. Это что-то, типа, боевое безумие, что ли, или что, как это значит? Боевой Транс. Боевой Транс? Ну да. Или это половая принадлежность? Боевой Транс, типа. Тайский боец, я не знаю, что ты... Опять вот, Дарксир, тут... Все очень... Это призывает юнита на поле боя. Не, или вываливает особое оружие, которое, как бы... Ты смотри, там сейчас особое оружие вываливает вивер по Томпе, с Томпе. И вышка очередная начинает падать, как удивительно. А где антимейдж? А у него все очень хорошо. А у него скоро будет Баттл Фьюри, и он сможет блинкаться в лес. Ну, кстати, он сейчас тоже блинкался в лес неплохо достаточно. У Вибера там ни много, ни мало, 300 демеджа. Третий некры, я слышал, он неплохо над 21-ми... Ну и падает, падает линия. Кстати, есть разгон, я думаю, пирог сейчас ждет, когда вот... И вот он, алхимик, стан попадает, ну вот, наверное, там Аегис. Умереть должен был по сути, я не знаю... А, у него Аегис, я думаю, почему он не юзует БКБ, а он юзует БКБ, потому что он сейчас встанет и начнет карать. Начнет юзать БКБ, кстати, пирог ложь смерть только что отъехал, мана у него просто ни на что не хватало, а в результате линия, кажется, выживает. Хотя, там, топ очень быстро сбривает Вивер. Вау, как же быстро заканчивается ХП у игроков команды Аспера. Ну, тут ГГ пишет шарф. Тут действительно ГГ, я не знаю, очень-очень круто отыграли Кайпи в этом матче. Действительно, классная, классная игра. Ну, и зарабатывают они свою, честно, заслуженную победу. В чате пишут, что алхимисты ПТ и Ветки запросто контрит роля. Да, 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 я поддерживаю целиком. Лесного вот этого маленького, знаешь, с вилочкой, который кидает на него облачко и начинает его контрить. Так, ну, давайте посмотрим турнирную таблицу, наверное, пока. Посидон, естественно, на первом месте, потому что больше их игр, да, еще никто просто не сыграл. Хотя у Кайпи есть три игры и три победы, вроде как. Хотя, я не уверен, но на самом деле что-то такое должно быть. В общем, где у нас команда Аспера, они идут сразу за Кайпи. Вот в чем дело, со статой только 3-2. Они сейчас могли очень серьезно улучшить свою статистику и уже стать напарниками команды Посейдон. Ну да ладно, друзья. Что стоит вам еще, не знаю, добавить, вам рассказать. То, что завтра у нас тоже много интересных матчей, естественно, будет три интересных матчей. Я вижу только Посейдон Эмпайр сейчас. Что там еще есть? Вот, 4FC VP и Кайпи Фнатик. Вот. Первый я бы точно посмотрел. Вот, стопудово. Да, но опять же, ждем до 22 сет, потому что это время официальное до возможных изменений в следующем дне игровом. Поэтому это было ориентировочное чисто расписание. Сегодня я вот даже, наверное, вам запилю здоровенный спойлер. У нас все команды, которые мы писали первыми в списке, все сегодня заняли, все сегодня победили. Вот так вот. Еще один спойлер. Ситилар, Силар и Кинг Джей. вот, 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 ICTY, да, у нас в одной команде будут. Так что, вот, вам тоже, друзья, такой небольшой спойлерок. Что можно еще добавить? Можно добавить только то, что спасибо всем большое за то, что вы были сегодня с нами во время трансляции. С вами сегодня работали Каспер и Вилат с самого начала. Потом мы выгнали Вилата и пригласили... Силар с аттестатом. Пришел с урока в God Hunt. Я могу расписаться в дневнике, чтобы никто не видел. И, типа, я говорю, ребят, пожалуйста. Кто-то, кто-то, распишитесь. Ладно, в любом случае всем спасибо, кто был на трансляции. Завтра будут не менее интересные матчи. Пока, котаны! Да, до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля.